Здесь будет все для комфортного пребывания и учебы малышей, кабинета логопеда и психолога, спортивной и актовой залы, 13 групп с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, кухня и уборной, полноценный медблок и пищеблок, прачечная. Работы по возведению детского сада на 325 мест в поселке Боброво стартовали еще в прошлом году. В каждой групповой ячейке у нас будет проектор, мультимедийные экраны, воспитатели будут оснащены ноутбуками, музыкальными центрами, то есть все для такого современного развития детей. Спортзалы также будут оснащены матами, шведскими стенками, мячиками, конусами, вот все для физического развития. Строительно-монтажные работы, работы по благоустройству прилегающей территории завершены на 100%. В настоящий момент осуществляется поставка технологического оборудования на объекты. Это детские кроватки, мебель и так далее, оборудование медицинских блоков. По соседству расположился детский сад чуть поминиатюрнее, на 225 мест. В остальном же он практически полная копия предыдущего. На первом этаже оборудована просторная комната охраны, откуда можно будет следить за порядком во всем здании. В Московской области высокие требования предъявляются в принципе и к образовательным, и к дошкольным образовательным учреждениям. Это комплексная работа целого ряда министерств и различного рода структур, таких как комитет по архитектуре и градостроительству, которые согласовывают и свидетельства, выдают об архитектурно-градостроительном облике, согласовывают технологические задания, министерство образования. Оба детских сада возводятся за счет областного и местного бюджетов по программе Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Всего же в поселке Боброво 1 сентября откроют свои двери для малышей три дошкольных учреждения. Еще один сад на 225 мест возведен силами и на денежные средства местного застройщика. Объект готов к эксплуатации. Буквально на той неделе было получено заключение органами государственного строительного отзора о соответствии объекта проектной документации, норм и правил. Значит, здание трехэтажное, 9 групповых, по 25 человек рассчитано. Здесь также есть пищеблок полного цикла, групповые помещения со всем необходимым, актовые и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда. Он расположен, так скажем, внутри микрорайона. Благоустройство объекта сопрягается с благоустройством бульвара, через которого детки могут спокойно с родителями из каждых корпусов безопасно дойти. Пересечения с автомобильными дорогами отсутствуют. На прилегающей территории оборудованы теневые навесы, спортивная зона и мини-огород, где ребята вместе с воспитателями в теплое время года смогут выращивать овощные культуры, ягоды и зелень. В будущем микрорайоне планируется построить еще два детских сада.